Привет! Сегодняшнее видео будет ответом на вопрос, до какого возраста можно стерилизовать кошку. Как врач, я вижу в стерилизации возрастных кошек две основные проблемы. Это анестезия и состояние матки и яичников. И об этом я вам сегодня расскажу. Начнем с того, какой возраст для стерилизации кошки является оптимальным. Я советую стерилизовать кошек, начиная с возраста 7 месяцев и до года. Именно этот возраст я считаю самым подходящим, потому что кошка уже становится половозрелой, у нее происходит смена зубов, она набирает достаточную массу тела, организм ее становится достаточно крепким для того, чтобы перенести анестезию и операцию. И при этом у нее еще нет проблем со здоровьем хронических заболеваний, которые появляются позже. Поэтому именно этот возраст я считаю оптимальным. Теперь, что касается стерилизации возрастных кошек. На самом деле, каких-либо ограничений для того, чтобы стерилизовать кошку, скажем, в 5, 6, 7 и более лет, не существует. Все зависит от состояния здоровья. И тут мы как раз подходим к тем двум вопросам, о которых я сказал в начале видео. Это анестезия и состояние матки и яичников. Начнем с анестезии. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что любая операция, которая делается под общим наркозом, это всегда, пусть небольшой, но все-таки риск. Какой бы ни был опытный анестезиолог, какой бы качественной ни была анестезия, все равно хоть минимальный риск, но он всегда присутствует. Врачи, как могут, стараются всегда эти риски уменьшить. Для этого существуют и предоперационные обследования, чтобы убедиться, что с организмом все в порядке, он способен выдержать анестезию. Существуют системы мониторинга во время операции, чтобы следить и контролировать весь процесс. Но есть еще фактор, это возраст пациента. И этот фактор от врача, к сожалению, не зависит. Поэтому для того, чтобы риски уменьшить, лучше проводить стерилизацию в возрасте, когда эти риски минимальны. Именно поэтому врачи и рекомендуют проводить стерилизацию в возрасте от 7 месяцев до года. Теперь, что касается состояния матки и яичников. У молодых кошек с этим дела обстоят гораздо лучше, чем у возрастных. У них матка более эластичная, кровеносные сосуды тоньше. Как правило, отсутствуют кисты яичников. И что касается кошек возрастных, то у них с этим дела гораздо хуже. Матка дряблая, неэластичная. Скорее всего, она уже будет увеличена в размере, особенно если кошка часто рожала. Могут быть и кисты на яичников. Это все ведет к тому, что риски осложнений послеоперационных, они гораздо более выше становятся у кошек более старшего возраста. А как вы уже поняли, чем меньше риска во время операции, тем лучше. Опять же, в этом случае рекомендуется стерилизовать кошку в раннем возрасте, пока еще нет всех этих проблем. Чем еще может быть осложнена стерилизация взрослой кошки? Есть такая патология, она называется пиометра. Это когда в матке у кошки скапливается большое количество гноя. В группу риска входят кошки, которые очень часто кричат, просят кота, у которых загулы практически не прекращаются, они могут кричать раз и два в месяц, и такое состояние может длиться по полгода. И кошки, которым хозяева постоянно дают гормональные препараты для того, чтобы охота прекратилась. Вот эти две группы кошек, чаще всего у них и происходит вот эта патология, когда в матке скапливается гной. И если это случается, то даже если у кошки плохие результаты анализов, операцию все равно приходится делать, удалять матку вместе с гноем, потому что если этого не сделать, кошка может даже погибнуть. Поэтому всем владельцам взрослых кошек нужно с этими вещами быть очень внимательными. Если что-то подобное заметите, например, истечение из-под хвоста или вялость, повышение температуры, то это одна из вещей, которые стоит проверить. Итак, что я могу вам посоветовать? Если у вас молодая кошка, не стоит откладывать ее стерилизацию на потом, потому что чем более старше она будет становиться, тем более рискованная будет для нее эта процедура по тем причинам, которые я рассказал в самом начале. Что касается кошек возрастных, если вы решились на стерилизацию, перед тем, как ее сделать, нужно проверить состояние здоровья. Во-первых, я рекомендовал бы сдать анализы крови, клинические и биохимические, для того, чтобы убедиться, что все в порядке по внутренним органам, что нет каких-то проблем в организме в целом. И обязательно проверить сердце, сделать ЭКГ, сделать по возможности УЗИ сердца, для того, чтобы убедиться, что все в порядке с сердцем, что кошка может перенести нормально анестезию. Если с этими показателями все будет в порядке, можно делать стерилизацию.